На эту сцену он успел выйти дважды. Сцена арена, точнее, ростовского цирка. Бодрый, искрометно веселый, хоть и порядком устал, не мог подвести зрителей, ведь давали новую программу «Пусть всегда будет солнце». Позади были изматывающие гастрольные Саратов и Питер, а впереди еще 12 представлений здесь, в Ростове. Он порядком устал, 86 лет легендарному клоуну Олегу Попову, но подвести зрителя не мог. Единственное, что позволил себе немного расслабиться. Пошел на местный рынок, купил любимых творожных, сырков, перекусил, пришел в гостиничный номер, буквально в 300 метрах от манежа, сел в кресло, включил телевизор и больше с кресла не встал. Врачи позже скажут, отказало сердце. Артисты решили не отменять представление, и все запланированные в гастролях представления, которые так хотел провести Олег Константинович Попов, решили провести под эгидой памяти легенды. Билет на Попова на сайте цирка можно купить и сейчас. Тут же отзывы тех зрителей, кто успел увидеть его воочию. Пишут, к нам наконец-то приехала легенда, а глава Минкультуры Владимир Мединский позже стал скорбеть в социальных сетях. Цирк осиротел, ушла легенда, те, кому за 30 и вовсе за сердце хватались, ушло, и кажется безвозвратно, наше далекое детство. От нас ушел солнечный клоун Олег Попов. Его выступления дарили радость и добро многим поколениям наших соотечественников, взрослым и детям. Всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok Кепка сделала его узнаваемым, но судьбу его навсегда изменили 100 граммов. Я говорю вовсе не про алкоголь. В голодном 44-м году ученик-слесаря на заводе Олег Попов узнает. Цирковые артисты получают хлебную пайку на 100 граммов больше. И он решает, я точно ухожу в цирк. Потом в его жизни было в достатке и хлеба, и зрелищ, и любви властей. Советскому Союзу вообще повезло на легендарных клоунов. Вот они, один белый, другой рыжий, два веселых клоуна и оба ассистенты знаменитого карандаша. За одну свою съемочную смену Юрий Никулин получал треть зарплаты советского инженера. У Олега Попова были два заграничных «Фольксвагена» в гараже. Любви и почета поровну, но между собой клоуны чуть ли не враждавария. Говорят, когда Юрий Никулин возглавил цирк на Цветном бульваре, Олег Попов даже и заходить туда перестал. Но некоторые говорят, эта ссора случилась потому, что характер у Олега Попова был вовсе не сахар. Думаю, что я на своем пути жестче человека души не встречал. Это теперь в бронзе. В одном из российских городов они стоят рядом. Юрий Никулин, их учитель, карандаш и сам Олег Попов. А в 91-м году то ли перестройка, то ли обида на Никулина увела Олега Поповой страны. Он приезжает в Германию, становится добропорядочным бюргером, покупает себе частный дом в местечке, который называют «Наша Швейцария». Он здесь вновь обласкан любовью властей. Ангела Меркель поздравляет его с днем рождения. А немецкие СМИ сегодня скорбят вместе со всем миром. Говорят, умерла и наша последняя цирковая надежда. Впрочем, сам Попов говорит, из родной страны его увела вовсе не тяга к огромным деньгам, а большая любовь. Он встретил женщину однажды на представлении немку, на 35 лет моложе его самого. Женщина металась по залу и искала свободное кресло. Кресла не было. И Попов предложил ей сесть, а чуть позже и руку, и сердце. В Германии его называли как героя сказки «Братьев Гримм». Солнечный веселый Ганс. Был там такой персонаж, который широкой улыбкой обманывал своего хозяина. Но Олег Попов всегда утверждал, я изменил имя, но не изменил родине. Просто в силу обстоятельств не мог он долгое время вернуться в родную страну. В Россию звал его Куклачев, но Олег Попов смог сделать это только в 15-м году, когда вручали цирковых Оскаров, премию «Мастер». Он думал, что на родной земле его давно забыли, но встретила огромная толпа, точно в таких же клетчатых кепках, и Олег Попов не смог сдержать слез. И вот казалось, дело в шляпе, точнее в кепке, родной дом вновь принял, и здесь все так же верят и любят. Более того, из уст в уста передают вот эту вот легенду, как шел Олег Попов по Мосфильму, нашел кем-то брошенный реквизит, клетчатую кепку, она и сделала его знаменитым. Другие вспоминали иную легенду. Якобы во время одного из представлений бельгийская королева поцеловала Попову руку со словами «Солнышко, ты мое». Может быть, добавляли третье именно это, и натолкнула Попова на мысль создать вот этот номер про лучик. Помните, когда он вот так вот ловил его себе в авоську, а потом поворачивался спиной к зрителю и уходил. В последнее время Олег Попов делал это под легендарную песню сенаторы «My Way». И вот теперь все уже говорят в едином порыве. Похоже, на этот раз Олег Попов нашел свой путь, поймал свой луч и ушел от нас только уже навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok